Весник Садовода 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 Тех, что именно у меня. Откуда они брались? Я туда придумал систему. Смешный сад это А опыляет, Бе. А Бе опылить, А уже не может. Там, если копать, глубже я про это рассказывал, не совпадает пыльца одного, цветут оба. Но пыльца одного не может опылить, то есть опылить соседнее дерево, а то дерево не может теперь это. И тогда, я уж извините сумбурно говорю, есть обстоятельные разговоры, а это уж так, как сказать, на бегу. А опыляет Бе, Бе опыляет Ве, Ве опыляет Ге, а Ге опыляет А. Ну, в самом принципе, пусть это грубо. Понятно? То есть, у вас получается ранний сорт и поздний. Сделайте так, чтобы у вас было не два дерева. Что, как же у тебя быть-то? Вот один цветет, другой нет. Этот остался без урожая, теперь тот зацвел, а этот уже отсвел. Принцип один. Смешанный сад, переборщики, дай дальше. То есть, сяди больше. У меня нет другого объяснения, кроме еще одного искусственного, но варварского. Подошли секатором, цветущих веток нарезали в соседнем саду, еще где-то, и в крону поставили, подвесили вместе, или как я, стол подставил, на стол такой мощный букет, и он оказался внутри крона. У меня же всегда эти кроны низкие. Прямо внутри крона оказался, стоя на столе. Все, как мог, ответил. Как вы относитесь к атомному земледелию? Это когда при помощи, получаются различные растения, мутанты. Я бы стрелял бы. Однако, они были вполне безопасными и стойким болезненным. Таким же замерчением прошлого века, а сейчас меньше. Пока же, знаете, я всегда удивляюсь. Радиактивное излучение, ну вот надо чем-то заниматься. Это новое прогрессивное направление. Идет слом все это самое, ДНК. Буквально слом. Получается, мутанты, но мутанты, вы знаете, как легко с мутантами? Они, получается, допустим, семена получили. Они все мутанты. Они уже не могут. Получив мощную долю ративного излучения, они все перекалечены. Высадили их. Смотрим. Часть сдохла. Часть вроде бы не изменилась. Потому что, допустим, внешний вид, рост, скелет, это только часть ДНК. Часть, так сказать, структурного этого самого. А большинство факторов мы же их не видим. Мы не знаем, какая морозостойкость. Добавилась или убавилась, правильно? Она же в воздухе не висит. Так же. Мы не можем подойти, пощупать, лизнуть, нюхнуть. Вот. И, получается, остается ждать. Мы ждем, ждем, ждем. И смотрим, вдруг растает прекрасное растение. Ура! Победа! Шайбу! Шайбу! Молодцы! Проходит время. Середина прошлого. Где они? Покажите мне. Ведь вы думаете, я что, случайно вам показывал пару лет назад это самое, то, что Савинич привезла фотографии? Это же Центр науки, так и написано было. И в этом Центре науки, я уже говорю еще раз, прекращайте, господа ученые, заниматься сегодня. Разве можно, занимаясь селекцией, дерево обеспечивать в льготные условия. Кому они потом нужны будут? Ну, это ладно. Ну, то, что она показала это самое, из количества деревьев, из количества почвы, так и было. И получается, даже если эти были, эти мутанты, и даже, может быть, некоторые приобрели положительное качество, и берем вот это дерево, которое вдруг стало сопротивлением к болезням, сопротивлением к насекомым, допустим, моростойкость повысит. Пусть случайно, пусть методом слома, по принципу, это, знаете, мой любимейший пример, я его в советское время услышал. Там шла передача в то время, а я же такой, не совсем нормальный. Я слушал передачу, были такие, да, про это, самое, что такое теория вероятности. А я же по математике был всегда первый. А как же я пропущу фильм, документальный фильм? И там привели пример. Он меня убил до сих пор. Сейчас вы поймете, что это имеет отношение к вашему вопросу про мутантов. А фильм был для школьников, а я школьник. по-моему, я один, может, на всю страну и смотрел. Почему? Кто бы еще мог запомнить такой пример? Так вот, что такое один из ста миллионов? Вероятность одного случая ста миллионов. Хотите пример говорить? Ученые, которые учат нас, этих школьников, настоящие математики. это значит, представьте себе, что с этого едет запорожец, разгоняется до ста километров, хотя вряд ли, ну, допустим, вот, с той стороны ему навстречу мчится жигуль, разгоняется до ста километров. На полном гадхозу они сталкиваются так, что детали раз так сложились, получилась Волга. Поняли, да? И так вот, радиактивным излучением с помощью слома ДНК, отдельных звеньев ДНК, можно получить неизвестно что и как бы перетасовать то, что тасовалось в течение сотен тысяч миллионов лет с основания земли. Я тебе сказал, что почва на земле появилась недавно. Это самое, мне нравится пример, потому что я не люблю, когда религию пинают просто так. Не от того, что она не права, а от того, что сами дураки. Поэтому я уважаю религию за то, что держится еще. Так вот, но сама земля, допустим, была миллиард лет, ну, там, несколько миллиардов, но уже сформировалась, уже там появились континенты и прочее, да, допустим, допустим, вот, и вот с тех пор шло бесконечное перетасовывание этих ген, не зря же получается, у Мичурина южной сорт не замерз, как он говорит, изначально у него были качества морозостойкости, а что значит изначально, он не раскрыл, а я раскрываю, да был вега этот самый ледниковый период, что погибло, что ушло на это, туда, в Африку, а потом вернулась, на ужас новыми качествами, там тоже была Сибирь, в Африке, сами знаете, вот, и что получается, перетасовка шла сотни миллионов лет, а можно это взять, раз там под вегаевский аппарат, семена, а потом взяли и высадили, а их не один, не два, а сотни, а тысячи, смотришь, а один, вот он, красавец, все, диссертации написаны, эти дырки, проферленные для орденов, вот, а потом, вот я говорю, я же это не отрицаю, это как бы, ну, карты иногда-то, бывает же, это, четыре туза, да, плюс Джокер, ведь бывает же, редко, но бывает, и здесь могло так случиться, все перекорежили, весь геном, а получился прекрасный сайт, один из сотни, один из тысячи, а потом, вот я к чему и говорю, извините, что долго, а потом берут и начинают над ними издеваться, а я вам показывал, как издеваются, штамп ему сделают, йоп, ой, и каждый год осветлять, а, не к ночи будет вспомнить о этом теории, ну, что, выгорелся, я идем дальше, вот мой ответ, а почему сейчас меньше, а потому, что вы не умеете с ними обращаться, даже, даже, как сказать-то, ну, изобрести микроскоп, надо, и можно с им помощью двигать науку дальше, нет, кто-то берет микроскоп, он забивает гвозди в стену, конечно, помог, конечно, польза, гвозь в стене, он нужен, вдруг картину повесят, или пальто, вот это и есть уровень современной науки, так, значит, добрый вечер, Валерий Константинович, есть поверье, что Дико Яблова, через 25 лет, может начать полуносить вполне сладким яблоном, правда, конечно, ничего особенного, поживет в культурном саду, еще не, здорово, ой, как Маргарита, спасибо за этот вопрос, это же моя любимая тема, вы сейчас посмотрите, что такое телегония, что такое связи, безопыление, ну, в данном случае, назовем это так, опыление без зачатия, да, существует оно, это опыление без зачатия, это еще одно направление науки, которым можно было бы заниматься, но это надо специально заниматься, доказывать надо, я для себя доказал, но я сделал так же, как это, как этот самый, все, что мог, я уже совершил, но дальше-то кто-то должен этим заниматься, и не через 25 лет, а гораздо раньше можно, в культурном саду, конечно, я его оккультурица, даже не ее потомки, а сама, конечно, согласен, другое дело, заниматься этим специально, нельзя, в каком смысле нельзя, не надо тратить годы, десятилетия, то, чего можно достичь, знаете, как на меня, почему еще я стал изгоем, вот, кто-то где-то 40 лет, 50 лет, вот, результат вы поняли, создать новый сорт, иммунный сорт, искалечить его, он окажется, болеет, как все, покрывается плесенью, как все, сжирает его все подряд, какой он хрен иммунный, потому что он здесь не знает, он создать его старался, все, он выбрал два сорта, один обладает повышенной моростойкостью, другой повышенной сопротивлением болезни, или этим же насекомым, скрестил, должен быть иммунный, искалечил его, ура, со всей округи, это самое, ура, для нас дерево искалечили, пив приготовили, обед приготовили, вся плесень, все грибы, все эти самые, все тут на нем, ну, вот так по кругу все и продолжается, вот, а сейчас что получается, это, если бы все было по уму, сразу, я 35 лет назад, первое дерево посадил, через 5 лет у меня вот такие абрикосы были, из слойчайшей груши, я их не делал, я их никаких сортов не сочинял, и мыслях не было, я пошел в тайгу, накопал диких яблок, мороза 40, а держат не все, но это же тема следующего этого будет, а тут 25 лет, да, согласен, 25 лет, но заниматься этим профессионально, и в этом направлении, в Терегоне, не стоит, не стоит, потому что это сильно долгий путь, но это правда, но это не по науке, так, здравствуйте, на новом участке, близкое залегание, грунтовый ход, смогу ли вырасти абрикосы, или лишних, хотя бы лучше, самый страшный случай был в моей практике, когда, я же все беру из жизни, я никогда не это, не слазь на авторитетов, на литературу, вот когда, город майский, Кабардино-Балкарии, ветеранам дали землю, естественно, до болоти, как же, они же ветераны войны, им все лучше, на болоте дали землю, они вырастили, скорейщики разрешали 2 на 3, в доме, 2 на 3, вот, все, там можно было инструмент держать, даже кровать поставить, и оставалось столько места, это ветеранам, вот, до сих пор ненавижу всю эту сволочь, которая, это самое, а, ладно, проехали, и вот, на болоте, ну, в общем, посадил он сад, я приезжал довольно часто, вот, в то время я садоводцем не занимался, но я наблюдатель, вот, вода была на глубине штыка лопаты, выросла здоровенная вишня, с тех пор я понял, вишни можно, вишня, вишня рознь, слива, слива рознь, и есть, смотрите, яблони есть, которые дают отводки, обычно это полдик, дикарей, сибирки, или просто дикарей, они дают отводки, раз, если вы найдете этот отводок в лесу, у него нет центрального корня, это для вас, раз, это яблоня, но которую потом надо привить, как по двой, а привить уже можно хоть вот такие, как у меня, яблоки, раз, второе, вишни сливы дают отводки, сам семечко вырастил, я уже рассказывал, извините, но вы, видимо, не слушали, поэтому я вот, для вас, коротко повториться, семечко дает, может, дерево, у вас сколько там до воды, просто близкая, может быть метр два, она должна умереть, семечко, ну не сразу, но перед смертью успевает вот так, это одно из чудес природы, дает отводки, дает отводки, отводок дает отводки, ищет место более сухое, да, вот, и не умирает, потому что отводка, конец центрального корня, вот так, раз, вот такой корня, я показывал фотографию, еще сто раз покажу, если будет возможность, так, и, это один путь, повторяю, сливы, вишни, яблони, которые дают отводки, это как бы получается, не семечек, а их потомки, ну, можно садить семечки, помните, а, в прошлом вебинаре я пока рассказывал, я даже запомнил, хоть у меня память плохая, значит, Толик Пазигун, так он называет себя, Украина, вырастил с моих этих, подвой, с моих косточек, китайской сливы, привил, а китайская слива, еще плюс отводки, он спросил, что с ними делать, я сказал, беречь, как денисовка, в ваш случае, выписывайте, извините, но не получается сразу, но я же это, как умею, объясняю, сливы выписали у меня, семена сибирки выписали у меня, вишневые выписали у меня, плюс еще волосы, еще у них короткие корни, правильно, что еще может быть, абрикосы исключаем, если у вас метр два до воды, всего лишь так, что еще, так, 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 груши, тоже стержневой корень, и плюс еще, чуть не забыл сказать, поднимаете, ну, что делать, сад-то хочется иметь, грузовик, автомобиль, не меньше одного, двух кубов, на каждую посадочную яму, никаких ям не копайте, вообще, посадочная яма, подразумевается, это даже слово, это как по правилам, не посадочная яма, а посадочное место, и место ямы, холм, один-два куба, и в центре уже садите, и у вас появляется какой-то шанс, у вас даже, если до воды 2-3 метра, у вас даже абрикосы, поплудносятся какое-то время, а вы еще чудеса будете творить, вы думаете, я сказал, у вас не будет абрикосов, не, вы сливы посадите, у нее и так, даже с косточки, если вы подняли землю, с помощью этих холмов, вы еще посадили, косточку сливы, она даже с косточки, еще может пожить, 5-10-20 лет, а вы теперь на нее абрикос приведете, а абрикос долго плодносить на нее не будет, но все равно, 5-10 лет, вот так, и то, и то, ну это если, конечно, еще уметь правильно привать, ну и, а если еще специально, как бы сказать-то, ну, наверное, кроме меня, никто вам не предложит, чтобы уже были совмещены, допустим, по генетическим особенностям, по биологической совместимости абрикосов, сливы, вишни, с черешни, вот, персик с абрикосом, кроме меня, наверное, уже и некого, некому даже вас отправить, извините, за торгашескую нотку, вот так, хотя бы вовлечную, вот если поднимите, вот так, 1-2 куба, и вовлечная будет, но вы не написали, сколько до воды, поэтому мой ответ, довольно такой, обтекаемый, так, обухова, у меня такая же проблема, то росла только слева, и так кислая ужасно, больше ничего не росло, поднял уровень грунта, на несколько метров, и теперь абрикосы челюсти растут, надо насыпь и вам делать, это я ослабуху посоветовал Ольге, все правильно, только я сказал, куб 2, а на несколько метров поднял, на это надо быть фанатиком, тут одним, одним самославом не делаешься, у меня приятель поднимал, на всем участке, знаете как, участок земли, сразу гравит, 105, а он миллионер, он на то время был, хоть и Саиногорец, но одно время был директором, этого самого, Горьковского автозавода, ну вернулся видимо с деньгами, потому что 150, 150 камазов, на всем участке, на метр поднял землю, вот там да, у него абрикосы растут, но правда ниже не вода, а гравий чистый, метр этого, черный землю, на всем 150 камазов, ну и вот видимо, я обухов тоже видел, постарался, фанатик, здравствуйте, Валерий, как вы относитесь к деревьям со вставкой, конечно отрицательно, я приводил этот пример, извините, он грубый, но очень полезный, у вас палец, оторвало, допустим, вот, его пришили, так, ну а вы может на станке работали, на гильотине есть такое, название гильотина, тысячи людей работают на гильотине, и руки обрывают, обрезают себя, устал человек, это, ну знаешь, что я говорю, Антон Сафронов знает, что такое гильотина, думаете, легко и безопасно делать эти, когда с рулона делается вот эта ленточка, она как колбаса режется, знаете, вот, гильотина, бах, чуть проморгал, пальца нет, а теперь представим себе, что палец у вас не просто, а, 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 это самое, обрубило, а где-то сильно обрубило, ну, по-моему, вот здесь, пришили, хирурги, а вы опять пошли на гильотину работать, вы опять проморгали, вас еще раз, если после первого зашить, у вас как, будет плохо работать, вспоминайте, палец, после первого раны, будет плохо работать, будет мерзнуть, вот, им уже в носу не поковыряешь, он как сосиска толстый стал, а вы пошли все-таки работать опять, и вам второй раз, то уже не целый палец, а полную отрезок, пришили снова, он может вообще уже не приживется, если приживется, что с него толку, вот, со ставками не связывайтесь, понятие вставки понятно, оно, менять надо характеристики дерева, она, допустим, вставляется, для того, чтобы дерево было низкоросло, для меня это издевательство на дерево, она для того, чтобы, допустим, ставка может, изменить морозостойкость, например, пользу увеличения, согласен, но только самые худесники, могут сделать так, что дерево даже не заметили, что его, не один раз искалечили, при прививке, а еще и два раза искалечили, не связывайтесь, нет такой необходимости, есть морозойки по двое, которые вы держите, минус 50, на чёрт, тогда вставка нужно, уменьшить рост, вот, но смысла нет, вот я вам показал эту грушу, бородича, хрена была делать, чтобы она была, эта груша с 30 ведрами, но чёрт-то делать, эту вставку можно было сделать так, чтобы она была 2-2,5 метра, чтобы встал на сыпочке, достал до груши, но это уже не 30 ведра, одно, да еще короткая жизнь, потому что эти вставки, это не дай бог ветер, нету вставки, каждая вставка, это лишняя, это барьер до белорусской совместимости, ну как мог, объяснил, кстати, приезжали ученые из-за границы, как ничего не предлагали, переехать мне до работы, да вы что, я мечтаю, хотите правду, во-первых, нет, несколько раз приезжали ко мне ученые, молодые, но их привозил, ко мне мой друг Дускобелов, он заведующий лабораторией Абаканского института аграрных проблем, вот, и он очень хотел, чтобы мы подружились, он очень хотел, чтобы эти ребята, как бы, стали уже моими наследниками, вот, он знает, что я не жадничал, что я делился всем камерами, костиками, да, он привезет, а у меня есть 2-3 фильма, вы понимаете, человек приехал, он молчит, я снимаю фильм, я говорю беспроверенно, 2 часа, ни одного вопроса, ни одного уточнятия, а может быть, не так, слушает, вежливо кивает, в головах что-то есть, может быть, что-то пытается понять, но такое впечатление, что я перешел на китайский, а они вообще-то не знают языка, вот на котором мы говорим, понимаете, а потом он уезжает, а потом Дускобил говорит, ну все, я отдал ваши данные, все, он может быть, будет вашим учеником-то, ни один, ни один, самый крутой был-то этот, тот, который был из этого, этим, аспирантом, вот, ну даже я уже все позабыл, нету такого, чтобы даже наши ко мне приезжали, как не пытался Дускобилов сделать такую цепочку, мостик между нами любителями и это, он знал этого, о котором я говорю, Боттера, он знал Бородича, Чижика, всех знал, вот, он знал прекрасно, что мы опередили науку, не просто на сто лет, на тысячу лет, почему я так говорю, потому что культурные растения были еще и тысячу лет назад, просто потом, из-за катаклизмов, часть из них даже не дичала, а приспособилась, и это не называют дичами, он вроде бы дича, дича, сотни раз семенное размножение, потом раз, беру, превью же его, этот сеянсо взятый, он опять возвращает свои качества, когда ты и догадался, ребята, что был рай, не был рай, пусть поля там, богословы и атеисты, но деревья культурные появились раньше у нас на земле, иначе бы вы не видели эти роскошнейшие абрикосы, и прочие эти самые, яблони и груши, вот о чем речь, теперь насчет заграницы, никто не предлагал, но я надеюсь, что где-то, ведь наши люди как, я получаю, вот сейчас пришло, привет, я уже забыл, имя, фамилию, сейчас был вопрос, можно ли, то есть человек мне пишет, США, я не могу вам писал показать, адрес, это неприлично, вот, фамилия, и вот, после нескольких месяцев раздумий, наконец, США, наконец-то мы, нашли в Москве посредника, вы пошлете свои косточки в Москву, а нам уже привезут туда, в США, ну не знаю, насколько это преступное дело, все-таки никаких тебе этих самых, правок и прочее, это уже наше личное дело, сможем обманим, сможем не обманим, вот, но я хочу сказать, что где-то когда-то, я причем больше думаю не из этого, а из Китая могут такое поступить, предложение, вот, даже не из Америки, ну, в крайнем случае, ну, меня приглашали в Киев лекции читать, если бы я не отказался, поехал бы, да, вот, я бы так, так бы хвост распустил, что там действительно, может быть, даже ученые бы мной заинтересовали, вот, но мне сейчас главное пристроить, я уже, извините, я говорю, как старый пахан, мне теперь надо пристроить своих детей, своих учеников, это Сергея Железова, это Савинич Еленовна, это те, кто мне поверил, это Юлия Матвеева, они же грамотные, они же, это самое, у них есть образование, у них есть дипломы, вот, вот бы их туда, за границу, а еще думаю, успеть бы до смерти, потому что все, больше надеяться на ученых, которые занимаются воровством, сколько я уже примеру привел, думаешь, ну вот действительно, почему мне до сих пор, ни один ученый не сказал, пришлите к Черенок, пришлите косточку, семечку, этот самый, я вам рассказывал, это областное, это филиал института, этого же московского, тот, который меняет, украли деньги в этих самых, зарплату ученых, кто будет там с этой работой, Министерство науки и высшее образование, посадили, арестовали, замдиректора, опять у нас тут, какая работа, кто когда предложит умница, Савинич или Матвеева и Юлева, это же умницы, письмо же я вам читал про это, благодарим вас, вот у нас, все это растет в этом, в Омске, это же такие люди, Сергей, это же уровень, профессорский уровень, профессор учит привать почкой, вот такая страшная рана насаживается, вот такая вот, помните, показывал, набил яму всяким дерьмом, а потом еще взял и в эту яму еще и бордючек взял, ну, рядом с ним-то этот самый, Железов Сергей, это же академик, конечно, я мечтаю, пусть за границу, все, кончился этот самый, старый большевик, патриот, когда я говорю, наши придут, это последняя слабая надежда, имеется ввиду там, потому что, один человек только должен быть, такой, а остальное уже привозится, подберет себе, не по принципу, 90-60 на 90, замминистра, представляете, сопливая девчонка, с этими самыми, с данными фотомоделями, замминистра, с каких херов, ауссурийская груша, съедобная, ауссурийская груша, абсолютно несъедобная, и не должна быть съедобная, вот, есть ее невозможно, я говорю, если испытывать, в пыточной камере, килограмм груш заставить съесть, этому заключенному, все расскажет, все тайно раскроет, и убийство все знаете, настолько она несъедобна, но это ее, качество уникальное, что будучи такой, дикорем, и не оккультуривается, но на ней, все груши, сладкие, ну кроме этого, сварога, которая только, в солнечные года, такие, в солнечную погоду, становится сладкой, а так, все доедины, все, что я испытал, не, я испытывал несъедобное, но тут уже сирийская груша, ни при чем, если весная красавица, во рту тает, то при чем тут эта груша, которая присылает, черти откуда, она несъедобная, здравия садовода, добрый день, стоит ли бороться с плевой, накинулась на совсем молодые саженцы, губы для будущего побега, негативно влияет на фрукты, конечно стоит, я всегда говорю, в деревне бороться с плевой, там всем еды хватает, я тоже, и муравьям тоже, а молодые деревья, и первый, второй год, обязательно, значит, существует, нормальные, добротные, я не отрицаю, наоборот, подчеркиваю, помните фотографии, это же, моей любимой, Юлечки, Матвеевой, да, вот, надел на нее, на все пуговицы, как она, куртка, перчатки на руках, намордник, извините, но намордником стало прежде название, они тут, хотите, собаки, в нашей стране, начали умирать от смеха, увидев, что люди начали носить намордники, ну ладно, это шутка, так вот, одет за нами, марлевая повязка, вот так, тут очки, вот, и тогда только я ее вручаю в руку, вспоминайте фотографию, вручаю в руку, это самое, опрескиватель, не так он называется, пульверизатор этот, литровый, откуда, в нем раствор, вот, забыл все названия, помню еще каратэ, сильное очень, ядохимикат, главное, выполнить все пожелания, которые написаны на, этой бумажке, написано, 2 миллиграмма на 5 литров, значит, написано на 10 литров, написано 5 миллиграммов, может быть, на 10 литров, развели, сделали, вот, на одном дереве, попробовали, смотрите, через день-два, живое, листья не осыпались, не халтура, только после этого, начинаете бороться с плей, на всех саженцах, если вовремя, расход, мизерный, мизерный, а не ждать, пока все скрутит, а она не просто скрутит, это их домик, попробуй туда, попади, уже приходится, каждый листик разворачивать, плыскать, на руках, перчатки, неудобно, в общем, я вам ответил, стоит бороться, на саженце, но, даже на саженце, и расход разный, и работы, количество выполненной работы, разное, и необходимость опрыскивать, разная частота, только потому, чем здоровее саженец, тем меньше на ней тлинь, вот так, дальше, он, или рекомендует, обмотать стулентой, от мух, или не жаркий период, ткань, пропитанную маслом, ну, понимаете, ткань, пропитанным маслом, под ней сгниет кора, уже вот из-за этого, но это ладно, потому что, обычно борются, это с этим, с муравьями, и придумать, что угодно, чтобы он не мог забраться, забывая, что, хоть пропитанным маслом, хоть вот этот, вот этот, сверхлипкий, сверхлипкий клей, помните, защита от тараканов, мышей, и, к сожалению, муравьев, вот, а, как, а, мух, а, принудку, если вы имеете ввиду, от тли, тогда вы имеете не просто муху, а тля имеет крылья, это как бы тоже, мини-муха, вот, тля имеет крылья, она летает, размножается, сама летает, муравей не помогает, вот, сама летает, находит, подходящее место, и начинает, он откладывает личинки, так, но если вы, вот это, если вы назвали, клю, с крыльями, мухой, тогда я все вас понимаю, а, а если вы просто от мух, то каких-то, мух, причем тут, да еще, масло, которое, сгнает ткань, что-то тут не то, так, что написал, виноград, кстати, Алексей, вас дозрели, абрикосы, я не успел показать, это чудо, я горжусь вами, потому что, ну, уже, эти фотографии смотреть нельзя, без этого самого, без валидола, вот, мне что, валяться, все, я вам уже не нужен, у вас такие прекрасные плоды, абрикосы, ну, как покажу, просто сегодня не успел, так, тля летает, нет, смыла, нет смысла, что-либо там обматывать, ну, кто-то ведь рекомендует, вы знаете, чаще всего, рекомендации, они от того, что человеку нам что-то написать, помните, я рассказывал про того, земляка, из Херсонской области, мне даже стыдно за него, взять здоровое дерево, 25 минут, отрезая ветки от ветки, доказывать, что это лишнее, 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 помните, сколько осталось там, вот это, три штучки, шикарного дерева, вот, для чего он это делал, ему надо было деньги заработать, кто-то из действий, может быть, мы не понимаем, может быть, вы неправильно написали, может быть, кто-то действительно схалтурил, ему же надо деньги зарабатывать, вот он и пишет, берете, обматываете, вот полминуты, к фильму добавил, серий к статье, лишняя полстраницы, так, отлично, пункти, чистотел, для животных, с герперметрином, пол колпачка, на пол-литра воды, обкрыскать эффективно, так, наверное, так и есть, я не думаю, что это, шампунь угробит листья, одно, всегда говорю, что бы ни делали, начали пробуйте на ветке, на маленьком дереве, но на одном, вот, волне возможно, что прекрасный совет, просто, раз уж я вообще обнагрял меня, значит, я все знать не могу, раз я не это, решу не помогать деревне, так, привет всем, делюсь радостью, попробовал, первый же абрикос, из двух разных сортов образцов, железовских сына, монастырского, амура, и одного выжившего, из девятнадцати поросших, божарных косточек, самый вкусный муж, здрасте, давайте сначала, я даже не врубился, и так, вы наверное, разжили, значит, саженцы у него купили, так, теперь, сына монастырского, а, ну тогда уж не монастырского, скорее всего, это, скорее всего, опечатки, или как, сына манчжурского, ну, чисто похоже, манчжурского, будем считать, что сына манчжурского, амура, и выжившего, где-нибудь хороший базар, базарные косточки, это не значит, что они, базарные лучше, моих почему сколько я не покупаю на базаре войне так я их не покупаю сколько я не пробовал а мне же интересно и как раз получилось одно и то же кислое не вкусно ну понятно и снимать зелеными вот уже получается что для нас они как бы не существует базарная тем более откуда они могли взяться но со средней азии скорее должны замерзнуть башкирии теплее допустим не замерзла но все-таки спасибо владимир что вы написали что самокус ромовские простите я отвечу не умею людей подборить алла сушилась халер так вы меня простите за ответ такой я сейчас провожу вина уже 3 час идет и от сходу я даже мог не посмотреть вот давайте завтра поговорим есть я не отвечу ладно зимите так продолжим и вы какой сегодня интересную тему чем не половину не рассмотрели и так получается самый пустое из того что есть амур но внимание специально дело акцент его к одной хорошо это не амур но вас никто и не обманывал дело в том что амур и начали расползаться как сказать у меня есть амур и похоже на это самое ой там долго говорить короче от амур и осталось там раз ветка берется с амур значит амур прививаешь получаешь плоды что-то не похоже но не хуже а вас получили самые сладкие вот это мне приятно но я просто подчеркиваю амур условный ветка самура называем а чем еще назову амуром а потом а это самое выясняется что он вкуснее или крупнее чаще всего получается как бы не деградация а наоборот ну все любимая тема я замолкаю так вот смотрите что-то подал раздороваться я про него пару хороших слов сказал мог не слышать так плоды упали так всегда будет из-за жары 35 градусов да вы знаете что у меня первый раз прошлом году я умудрился сделать такую градацию на ранние средние поздние абрикосы почему холодно дожди холодно дожди вот когда мне собирался в гости этот самый еще раз скажу антон валерий сапронов для того чтобы сделать очередной фильм так сказать пропагандировать вот и прочее-прочее вот а я говорю бесполезно я говорю урожаю достаточно скромный вот значит схватиться особо нечем а мы потом окажем болту потому что это не лучший год у меня они были зеленые их упор не видел начали собирать первое вот первое упали плоды вот первое ведра потом вторые деревья заплодоносили и оказывается больше плодов 3 4 и вот конце сада вот не знаю савинить смотрят или нет так значит конца сада я еще показывал тут уже ничего нет а там еще созревает растянулась по времени почему холодно и это самое я даже не знал что у меня феноменальный урожай годы чего-то шло это потом когда 200 ведро собрали и думаю остальные оставили так и это на земле мышам косточки а на деле то почему я первый раз уже видел на скидерах я повесил герку поздний а нормально каждое лето средний не никогда из десяти было 56 таких лет дик чаще жара только общение в один день созревает и падают вот так вот и что получается падает не то что это это когда жара и когда сухо плоды получаются вкусные один и лопается в них не заводится эти самые эти вот как в этом году больше бывает плод раз а там уже мы это мои любимые муравей вот сейчас вот вчера я плевался попробовал не глядя муравьевую плева 2 муравьевую плевают но они уже успели туда попасть а вот для абрикосов это хорошо когда тридцати пяти сорок градусов жара это замечательно только созревать быстро и урожай очень трудно спасти именно как едовой продукт только сегодня бедно знаете я это безусловно жалко вот когда все это собралось через два дня хорошая на косточке собираем очередной водя из невозможно если только не с холодильник дальше смотрите спрашивает я а то я все попилил деревья решила южный грошка зачем будут пилить деревья ну сейчас да можно тут не разберемся так ну это уже бесполезно разбираться если дерево хорошо растет зимой не вымерзает сильный пусть хоть три раза нужно но могут подносить хуже место южная то южная главное на подвоях на каких вот и все так дерево может привыкнуть к элементу хотя бы несколько почек веточка все что уцелело после местной зимы брать переприбывать совершенно верно решать так у меня уже больше двух метров так но это понятно прививки не освоил два метра молодой дерево и мощи россии расти пишет смотрите посмотрите допустим после сызрани это приятно приятно так это переписка смотреть надо так а нам интересно почитать опять же надо смотреть какие корни на что привиты правильно если корни настоящий дерево может выдержать засуху если корни не настоящие то печально и надо поливать регулярно привязывать от ветра так молодой еще ждите будет урожай так надеемся только каждый год пытаясь подсаживать замен погибших запустим случае в основном мыши снег и муравьи закапывают ствол вовремя не освободишь гибнет смотреть надо так надо брать количеством я рядом на расстоянии больше метра сажая по два по три саженца до разных сортов то есть груши так груши трясаются мне это также не больше метра мне такое есть это последствия питомника вот жалко бывает растут через метр через два и этот жалко и тут жалко но потом приходится я тут фильм я тут галкин сад галина она владелец а крупного сайта попросил и снять фильм вот я завтра послезавтра сниму фильм так а начиная от косточки и кончают готовыми делами там где у меня уже двадцать и трестилетий там между ними уже пространство по 4-5 метров а до этого было 3 метра до этого 21 вы как вспомнишь сплакать хочется когда надо это проезжать иначе не друг друга убивает так с одним шансом и долго дать урожая у нас тоже проблема за мысли муравьи накажем сами на холмике и мыши под корнями господи держать набирать абрикосы отваливаются большими ветками не угадаешь чтоб подвязать чтобы что за тяжесть веток тяжесть у меня отваливались или урожай отламывается или мокрый снег в большом количестве тонны снега навалится на дерево тоже ломается а тут вы не можете угадать что подвязать а почему вас отваливаются и причем тут мыши муравьи разбираться надо так владимир не больше все абрикосы пришли спирт с третий год растут и масса в этом году от нас то досталось дождь при высоком насти да это нас это страшная вещь особенно когда он садится собственной тяжестью колечи деревья или скелетные ветки или целиком саженцы так есть метод обмануть муравьев рядом полметра саженцем делаю большой холмик накрывая чем-нибудь от осадков ставят крышка турия или доски уходят от саженца муравьи ну примерно мы с вами смотрите мы с вами два сапога пара я про эти самые бутылки в которых живут муравьи старые ведра я про это рассказывал а еще у меня было покруче когда это самое просто куски рубероида тоже самое только полос кусок рубероида все муравьи там под ним почему готовая крыша так приветствую всех почему гнить яблоки на дереве так осенний срок собрания нет яблоки туда так от переизбытка влаги 1 друзья помогайте первая жизнь прошу помощь если это гниль связано допустим с этими с грибами да грибная гниль грибная ну это широкое понятие тогда понятно тогда у вас просто само дерево гниет а яблоки это часть дерева часть дерева и они тоже гниют вот а деревья гниют потому что они неправильно посажены или искалечены у них отрезана часть ветра вот в общем вот такой общий ответ на них накидывается гниль гниль это не общее слово оно подразумевает том числе и грибной гниль так дальше поехали мыши меньше объехали четырехлетние абрикосы три года не трогали еще бы пару лет пришлось спилить посадить новое почему да если это нормальные абрикосы они ниже где мыши грижды отпилили оставили пыни они тут же вылезут у меня так и персик сейчас смотрю уже вот такой вот пень оставил весной появился росток пень на западной земли персик такой полностью замерз сам не ожидал весной появился вот такой росток сейчас вот такое дерево уже ну все корничи там остались от такого-то пня это и еще где только я поражался все это растепенно и сплакал нарезал невозможно полностью закрывает крупные деревья от сто процентов солнца они чтобы думать и фотографии 10-20 сделал покажу они уже вот такие вот и у вас такие были бы эти шабрикосы губить то невозможно зачем было их все спилить посадить новое потеряны четыре у вас потеряно а если бы подождали бы и все было бы нормально они вылезли из-под земли приваем все привается кроме абрикоса очень мало причину понять не можем уже и пакетами целлофанами закрывали не приваться но если у вас опыта достаточно остается вариант биологической несовместимости я его тоже преодолевал я рассказывал 39 из 40 королевских не на маньчжурцах а неизвестно на чем я когда-то выписал заменил эти самые в Субботинском настоящем государственном ГСУ это самое выменял у них абрикосы на них привил 40 королевских в частности 39 было мертвым я с этого начинал а кто скажет что я не умею привать я потом и догадался несовместимость я могу преодолеть только так 40 у меня пошел дал веточки я опять привил на эти же вот опять и опять постепенно приучил один вариант ну или обращайтесь в такой сад я уж не говорю кому обращаться вот это дело выбор за вами ну где настоящий матерский сад а значит там есть и черенки и косточки а они уже сроднились друг другу причем не обязательно чтобы эти подвои были совместимы с привойными с культурными а наоборот культурные привои у меня абрикосы сливы груши персики и прочее имеют если я персик прививаю на абрикос то у меня в каждом следующем поколении лучше на абрикос прививается не потому что абрикос привыкает к персику а персик уже пережил три поколения допустим на абрикосы в подвое это одно из величайших этих открытий которые не в ходу но вы теперь знаете вот тогда у вас выслушал меня тогда у вас гражданка семена надеюсь теперь пойдет дела получше фу так яблоки гниют если сыра тепло есть пора серой гнили ну что то есть смотрите все знают плюс повредение плодов плодожорка если не брать первый гниль зараза распространится по остальным может для прокладки против серой гнили но мы с вами не совсем одинаково думаем для меня то что гниет то уже гниет пусть гниет потому что прыскать не прыскать палка до конца вот тоже прыскание а вот то что дерево изначально способно гнить и яблоки гнить это все идет изначально неправильной технологии вот это хочу подчеркнуть хотя вы правы тоже привет из москвы только появились что ли по листьям у меня примерно по листьям у меня пример явно есть один пульс нацию алис отбросил почти все или ты плодика прокормила и не дозрел и сбросила значит надо не ждать садить новый ну это все продолжение этой темы я уже мне не стал вникать ждать не ждать надо и подождать и тут же садить новый оба варианта это мое мнение топор всегда успеется так даже если на всем дереве гусеницы еще что-то съели все листья не трогайте дерево она может снова вырастить а если не хватило времени 300 великое вероятность в следующий год будет листьях у меня один такой пример у меня было два прекрасных хранитки однако в середине лета полностью была объедена до конца а я в принципе ничего не делал никаких ядохимикатов на взрослых не было ни одной листика вот середине лета выбросила новые побеги кости она была снова зеленая так был удивлен что за полгода то есть за пол лета казалось бы пол это потеряно эти пол лета жрали гусеницы а вторая половина лета хватило чтобы полностью восстановилась так что вы как всегда право лицандр буду увольняться хватит вредительного случая не участвовали рядом посадим садоводы привет если приводит оккультурный яблони черенки ягодные господи опять возвращение она оккультурится или нет а из интереса вот это да вот мочи спасибо за такой вопрос вот значит оккультурится в одних случаях не оккультурится абсолютно других случаях просто умрет в третьих случаях так причем каждый раз процент оккультуренных не культуренных или умерших будет разным почему потому что культурное яблони понятие широкое вот смотрите ой нет повторяться не буду хоть опять хотел сетата из мичелина про эту замечательную антоновку которая есть эти гены сибирки в антоновке все вот теперь оккультурить сибирку уже поздно я обещал сибирки в антоновке вы знаете как это выглядит ой 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 это целая тема огромная я возил Курдюмова и поговорил вот мы едем в доль культурных садов тогда еще не было это страшное бедствие в этом саду было по нескольку яблони я говорю смотрите вот видите с наружной стороны растут самосев много сотни а если шереглянуть тысячи самосевных этих которые эти самые из садов разнесли птицы вот и они стали размеры плодов у них и чем дальше от сада тем тем меньше а вы знаете сибирь кафтогеростям я им показал вот эту закономерность Курдюмова и вот смотрите вот здесь посеронетки вот такие дальше 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 вот это было он подтвердит я к чему это говорю я продаю плодиками ну иногда семечками если плодики начинают гнить семечками и называют у меня сибирька окультуренная и ранетка дичавшая точно знаешь его ранетка а ранетка когда ее посадишь она уже не будет даже ранетка я заметил то есть то есть никуда не денешься если у нее не было опылителя культурной яблони а ранетка сама по себе или чисто ранетки сад дичают капитально сто процентов дичают но так как сибирька существует рядом с этими культурными яблонями получается среднеархметическое причем у нас это выбор богатейший от ногтя а вот жалко мне сейчас я не смогу найти у меня специально даже эти фотографии там у меня стрелка от сибирьки культурным и мелкая крупнее 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 и наоборот от культурных сибирьки и опять крупное мельче 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 вот я это уже проходил то что вы будете делать вы потеряете время за вас природа сделала тысячи сайногорских садов вокруг них вокруг садов эти самые от такого размера до такого размера то есть большого ногтя вот еще более крупные практически не попадаются почему потому что уже все как сказать уже не повторяет культурное качество вот я на ваш вопрос ответил ставите цель пожалуйста займитесь этим только есть цели более благородные чем оккультуривать сибирьку я бы даже на вашем месте не стал бы просто связываться но опять же безумство храбрых поем и песни так привет Валентина поливной день на даче в чем разница абрикоса урюка я не знаю потому что я в Северной Азии никогда не жил был в командировке но зимой вот абрикос мы делим на тете в скобках еще называемых дэли я когда был сегодня у этого самого у нашего авторитета угодно вот я его спросил дело в том что получилось как я ждал увидеть он спас у меня же сожгли сад когда ребята молодые такие шабашные значит я потерял самый огромный сорт абрикос который я только видел то есть то что я видел они с трудом влазили в банку или как хозяева и не все влазили я рассказывал про это чудо в Украине и у него в прошлом году он говорит были вот такие в этом году я все таки поехал а они вот такие вот я в отчаянии а я же хотел увидеть вот все таки это мое детище это я привез это я горжусь тем что самого Боднера самого Боднера я это самое взял и это ну помог ему у него и без меня была прекрасная коллекция горжусь но дело в том что я его спросил сегодня и вы этого может быть даже услышите в фильме на что он привил они-то в этом году вот такие он говорит на жердель поняли да то есть он это называет жерделю а я называю допустим мажорские абрикосы на жерделю называют на Украине жердель 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 вот кто востоке а на Дальнем Востоке я не знаю есть ли в ходу название жердель мажорский абрикосы как самые дети прямо из тайги вот или дети как у меня мажорские абрикосы полукультурные так а вот урюк для меня до сих пор это надо лезть в это и никогда не пользовался что такое урюк то ли это засушенный абрикос вот а да вот если верить маргарите так и есть вот ниже написано в засушенном виде наверное это тот же абрикос но в засушенном виде в Киргизии крупные сладкие абрикосы называют урюком и убедить их в том что это культурное невозможно а правильно Наталья а мы привыкли урюком называть дикие полу дикие мы но кто прав Валерий Косинец по прошлому году летом вы делали зеленые привезенные в Савинич что получилось ничего не получилось вот время не то середина лета вот именно так теперь ну горятничный плевая абрикосы на сливу желтую желтая это еще не 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 сорт желтая может быть так корневой шеи по дереву растет нормально скелет желтой сливы сначала слабая потом начали расти абрикосы на сливе ну в общем получается что ваш вариант чем хорош кроме одного слива желтая понятия широкая я знаю что абрикосы именно на китайке идет плохо а на ангерке идет хорошо на ангерке чудесно вот это одно из открытий на ангерке они темно-синие но я не отрицаю все что вы написали вот это ваш опыт значит это расширяет наши возможности хорошо бы поносли в желтую так ствол яблони разделен был после сильного ветра сломался один ствол половину дерева как защитить от поражения болезни стран ну не видя что можно сказать несколько слоев масляной краски больше ничего придумать не могу так чтобы хотя бы второй хотя бы второй выжил любая защита это гниель любая защита я просто может быть кто-то и другой что-то оскольце это пишет еще подождем несколько минут может другой кто-то что-то подсказит ну а я вот чем бы это другого способа не знаю так 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 ну что друзья что-то аскольд там напишет мы будем заканчивать мы даже время это самое аскольд Мичурин писал что обрезку дерева надо делать почему он за 65 лет практически не догадался этого делать не надо как считаете понимаете мы все есть такое выражение специалист подобен плюсу вот Мичурин у меня тут получается так еще придется возвращаться к нежвидовой прививке так эти вопросы они висят в воздухе вы становитесь умнее мудрее более одночитреннее образованнее потому что что-то не так уже залезли в интернет а там уже ответы есть вот я всегда не мог понять дело в том что вы понимаете я привожу пример мне трудно они все на свете нет я привожу пример например злаки хлеб даже важнее может яблок да все которые до сих пор знака минус допустим величают такое бывает да ну как сказать стоит ли эту тему поднимать на четвертом часу разговора да вы знаете колхозная система ладно два слова лисенко выводит новый сорт он должен страну завалить хлебом то есть это а потом садится пьяный тракторист да дальше продолжать вот или то же самое дело в том что агротехника техника и селекция это абсолютно разные вещи ничего общего нет селекцию надо проводить не помогая дереву вообще ничего не помогает а потом отбираешь все лучше это и селекция а вот здесь получается так что наверное Мичурин нет не буду я на эту тему говорить все отказываюсь одно хочу сказать то что я вам показывал фильм про Мичурина там я подверг критике не Мичурина а фильм про него то есть я разделил Владимира Мичурина от этого от фильма где ну кто хотел тот видел ну что друзья давайте заканчивать а кстати то что Мичурина это совершенно верно а про это я тоже не читал он чисто селекционер а уже в том времени сложилась такая определенная агротехника это все знали например рыхлить по дереву это Мичурина а я считаю что рыхлить не надо надо косить траву оставлять я уже не говорю о том что это сложно крона дерева там 10 квадратных метров это рыхлить уже а их 50 кто будет это уже надо трактор трактор это из количественных корней вот а про обрезку я ненавижу потому что 19 века как было вот это вот помните обрезать корни обрезать корни сделать штамп вот вот и современное все одно и то же в Мичурина можно не обращать внимание но еще раз скажу это очень важно во многом не подтвердились его как бы сказать его достижения да как раз из-за того что он вывел новые сорта куда они должны пойти они должны пойти в народ но как не просто так и промышленные сады ну вы же видели эти сады искалеченные а потом еще это это же ужас какой-то это как было все эти годы пока про Мичурин Мичурин в это время копилась эта ненависть какая-то к нему подспудная видимо от этих же ученых которые сейчас спят кстати когда началась перестройка Мичурин своей фразой мы не должны ждать милости от природы мы должны взять ее и он этой фразой это было громко на всю страну этим он уничтожил все науку современную садоводство и все когда он написал что мы не должны ждать милости от природы и нашли крайнюю а крайность вот обрезка одной из нескольких этих ну что все заканчиваем ребят что это сейчас до свидания я с вами прощаюсь до следующего понедельника меньше нас не стало больше нас не стало вот что будет дальше я не знаю но например сегодня мы рассмотрим только половину вопроса которые я хотел а дальше опять копится потому что эту тему надо развивать развивать и развивать я вам раскрыл увечающий секрет или это или это специально кто-то умный сказал раз навсегда закрыть тему геопатогенных зон нам некуда переселять миллионы людей пусть сдохнут или кому-то это даже выгодно потому что больные люди у нас нет в стране здоровых людей есть недобследованные вот на данный момент если считать с этого весны я уже в медицине подарил 120 тысяч я ветеран труда и кавалер ордена славы 120 тысяч а теперь угадайте почему я опять не смогу поехать на курорт кто-то 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 еще написал что будут лукорстики академик академика не обещаю так все ребята на этой высокой ноте я хочу сказать что будем жить будем выживать будем стараться продолжать эту тему почему я еще раз засыпался на биополе мы могли бы больницы опустить просто опустить и поликлиники очереди исчезли могло бы но когда это случится когда наши придут до свидания а вот каталог семян нажмите сюда кто кто хочет что-то стать волшебником до свидания спокойной ночи и не 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 Продолжение следует... Продолжение следует...